Еще раз повторюсь о том, что если вы услышите о комиссии Е, так называемой комиссии Е, это медицинская так называемая комиссия Германии, которая занимается исследованием растений. Когда-то, я не помню в каком году, но большое количество растений, где-то около 3000, были выделены специальные средства на исследование растений. Эта комиссия исследована достаточно серьезно, действие продолжается в осенний день. Это очень серьезные вещи. Это работа этой комиссии, это достояние Германии. Это уровень отношения к средствам натуроплоте. И более достаточно сказать, что по проверенным данным, 80% страховой медицины Германии – это средства натуропатии. Это говорит об очень высоком уровне отношения к человеку непосредственно. Поэтому в своей работе я очень часто обращаюсь к медицине Израиля и к медицине Германии. Потому что очень много интересного, очень много исследований и заботы о человеке превыше всего. То есть вот здесь. Так вот, если мы говорим об этой комиссии, и где-то когда-то работа, как вы поняли, не афишируется, и если вы увидели сноску где-то, или где-то прочитали по рекомендации комиссии Е, или что-то такое, ухо держать надо востро, в хорошем смысле слова. Потому что этой комиссии можно доверять. Это момент доказательной медицины. И поэтому все, что исходит оттуда, это достаточно ценно. Значит, вы поняли, да? Так вот, наследие Хильдегард, я немножко уйду сейчас чуть-чуть от этой темы. Наследие Хильдегард, XII век, скажем, казалось бы, что мы можем взять оттуда. И более того, мы относимся к нашему наследию не особенно, мягко говоря, бережно. Более того, если говорить об официальной медицине, а тем более о клинической медицине, медицисты часто просто настолько с высоты птичьего полета, то есть не заслуживающего внимания. На самом деле немцы очень бережно относятся к своему наследию. И вот в данном случае как раз все наследие Хильдегард было, конечно, изучено. И часть этого наследия, особенно рекомендации по исцелению света природного происхождения, были исследованы. И более того, это артерия времена, еще я об этом узнала 27 лет назад, когда это было такое издание первое. И знаете, как главный фармаколог Германии в то время говорил о том, что если бы наследие ничего, если бы наследие Хильдегард ничего не дало бы пьет, одну только единственную рецептуру полынного майского вина, весеннего майского вина, весенней, вернее, майской полыни, на которой мы делаем вино, как средство, скажем, оздоровления человеческого организма, заодно это человечество должно поставить в вид полын. Представляете, какая-то заявка серьезная. То есть, именно по воздействию на организм человека, в частности, на оздоравливающее, скажем, качество этой рекомендации. Вместе с тем, фармаколог тогда сказал о том, что главный фармаколог Германии говорил о том, что на сегодняшний день, ну это было 27 лет назад, учтите это, сейчас я не могу сказать этого, сказано оно было так, на сегодняшний день среди средств фармакологического, значит, фармакологический слух нет ни одного средства, которое так бы положительно воздействовало на желудочно-кишечный тракт. Вот видите, как, будет он комплексно. Сама же Хильдегард говорит об этом очень красиво и говорит об этом самобытно, что дословно все болезни человека от холодного живота. Если печь холодна, пищи не свалишь, а потому необходимо возжечь огонь пищеварения. И когда она говорит о холодном животе, мы сразу вспоминаем полынь. И не просто полынь, а майскую полынь, потому что вчера вы тоже это тоже знаете, что полынь, собранная именно в июле и августе, цветы полыни обладают совершенно противоположным действием. Скажем, если нам взять терапевтическую такую дозу, мы сможем иногда даже навредить. Каким вот образом? То есть за счет туйонов, туньонов, тех эфиров, тех эфиров, которые содержатся именно в зрелых цветах, в зрелых полыни, в цветах зрелых полыни. Поэтому, когда мы вспоминали абсенс с вами, всегда, вернее, вчера мы вспоминали об этом, мы говорили, что когда-то этот напиток был даже запрещен в производстве в СССР в своем время. Что? Так же чумолый. А дело в том, что да, с другой стороны, это как бы как апельтив может использоваться это средство, совсем выпитое в небольшом количестве, там, 30 каких-то грамм, может действительно, думаю, даже 50, может дать очень хороший эффект для пищеварения. Ну, народ славянский, он может не воспринять правильно и выпить очень много абсента. И тогда были случаи в свое время, когда хороший напиток становился нейротоксическим ядом для мозга. То есть, все хорошо, когда это в той эфировке, которой должно быть. И поэтому был запрет на этот, в СССР, своевременное производство этого напитка. Мы же с вами говорим, что мы сейчас говорим о горькой полыне, собранной в мае. Когда она не токсична, когда может использоваться в здравлении детей и взрослых.